как бы соединяя все эти вот мои скажем пристрастия или какие-то увлечения какие-то моменты которыми я интересуюсь вот на стыке вот этого происходит рождение наших предметов эстетики и видимо вот это и делает наш бренд и мебель нашу не похожим на все остальное и при этом есть предметы такие они очень с очень простым дизайном они средовые они хорошо вписываются вообще в любую как бы атмосферу любой интерьер вот они очень качественные очень надежные это вот такая простая как бы мебель которую можно скажем как базовый гардероб да то есть это это такая хорошая база есть очень такие необычные вещи которые являются акцентами доминантами а есть очень базовый вот это вот балансирование между очень яркими какими-то моментами и был между средовыми вот наверное в этом наша как бы основная эстетика и непохожесть на остальное нельзя сказать что там это одна цель какая-то да с понятное дело что есть коммерческие цели которые как бы мы в первую очередь должны выполнять поскольку мы должны как бы каким-то образом питать наше производство да и расти как бренд как бизнес тут понятное дело что как бы участие в арт доме для нас это новые какие-то возможности новые охваты потому что смотря на то что мы достаточно много усилий прикладываем внук продвижению много ресурсов вкладываем в маркетинг и в пиар я считаю что ну нас нас хорошо знают в там дизайнерской среде да в москве сейчас уже вот наверное и там санкт-петербурге в казани понятное дело да но это еще как бы не настолько чтобы ну каждый из нас знал каждый нас помнил и мы как бы занимаемся вот промоушеном во первых да и собственно через выставку и это прекрасная возможность как бы напомнить о себе и показать то качество и те предметы которые мы на самом деле создаем потому что я считаю что все таки наш бренд он не только визуальный он еще очень тактильный очень эргономичный и надо на нем обязательно сидеть обязательно трогать чтобы понять что же мы делаем и почему как бы мы вообще вот так себя позиционируем вот плюс есть конечно еще такая большая глобальная цель это в целом развитие предметного дизайна промышленного дизайна в россии развитие рынка вот на этот счет у меня есть мое личное исследование мой личный как бы такой подход и я понимаю как бы там условно говоря проблемы рынка пути их решения причины этих проблем и соответственно я насколько могу насколько мне хватает там ресурса компетенции или еще чего-то я как бы пытаюсь заниматься вот как раз популяризация дизайна не просто в среде а в массу потому что по-настоящему рынок дизайна может развиться только тогда когда массу им заинтересуется когда появится настоящий спрос потому что но сейчас когда она спрашивают там с кем вы работаете там с битусе из битуме там на битуджи по-настоящему как бы мы не ни с кем глубоко не работаем потому что ну тот спрос на дизайн который сегодня в россии существует это на самом деле очень такая как бы определенная небольшая на самом деле группа тусовка людей которые как бы этим болеют это любят фанатеют они вот это продвигает я собственно к этой тоже категории видимо отношусь я всячески пытаюсь популяризовать эту историю потому что считаю что атмосфера которую создает в том числе и как бы предметная среда делает людей там счастливее спокойнее и уравновешение не знаю там обращается каким-то таким чувством человека вот поэтому но это очень важно мне кажется для того чтобы как-то создать гармоничное общество в котором как бы был бы жить приятно все то что мы делаем вот такие как бы кирпичи из которого мы там пытаемся сложить какое-то здание дворец хватит ли нам этих кирпичей времени там жизни не известно вот но это не повод же не не заниматься этим вот эта цель вообще мы сейчас в первую очередь учитывая вообще повестку сегодняшнюю немножко разворачиваем нашу деятельность в сторону такого бюджетного продукта потому что пытаемся все-таки захватить какой-то часть рынка внутреннего да то есть изначально как было когда я вообще пришел к идее создания бренды я сильно ориентировался на экспорт и у меня была как бы одна история почему я ориентировался на экспорт я хотел как бы продвигать русский дизайн вообще создать такой как бы бренд русский дизайн как это например есть там скандинавский дизайн да или там есть итальянский дизайн вот я хотел как бы ну чтобы в мире существовал такой же вот бренд там например русский дизайн да это как бы не означает что там только русские люди да то есть это как бы такое и и как бы ну собирательный образ культурный скажем языковой не знаю и моя задача была как раз ну там экспансии продвижения вот этой вот истории с точки зрения дизайна ну я так себе это видел на мировой рынок вот сейчас цели немного скорректировались вот я конечно больше вижу теперь как бы перспективу развития внутреннего рынка вот потому что сейчас для нас европейский рынок в общем то закрыт получается да и мы как бы на него пока не можем выйти с логистикой тоже как бы не просто и так далее вот поэтому мы на роддоме покажем продукт вот который мы стали сейчас разрабатывать то есть мы как бы оптимизируем наши процессы производственные вот и пытаемся то есть если раньше для меня были важны как какие-то то есть я не особо интересовался себестоимостью изделия потому что ну как бы потребитель нашего продукта мне виделся европейские какие-то там магазины допустим да или архитектор дизайнера и сейчас мы как бы пытаемся все-таки развернуться на внутренний рынок продукт сделать доступнее вот работаем над снижением себестоимости работаем над оптимизации процессов вот понятное дело что у нас не получится все наши продукты там понизить себестоимость потому что есть определенные как бы технологические процессы материалы и так далее мы не хотим ни в коем случае как бы за счет качества то есть терять в качестве и как бы делать этот продукт массовым просто делаем новые продукты которые уже несут в себе определенные определенную оптимизацию и процессов и материалов и размеров вот и они за счет этого за счет этой оптимизации они будут более доступными и вот наверное такие как бы предметы мы в основном мы будем показывать на арбаме конечно среди них будут абсолютные новинки вот возможно даже мы еще не знаем то есть как бы пока что мы только задумали какие-то вещи их еще наверное даже мы не выпускали вот может быть и даже еще не совсем придумали такому ключе мы сейчас находимся движемся в эту сторону одно из главных для меня правил это первую очередь дизайн должен быть честным вот для меня честность это ну первую очередь работа с материалом вот работа с конструкцией с композиции с пропорциями то есть вот что-то с образом да то есть это первое второе это безусловно удобство использование это эргономика вот то есть дизайн должен быть удобным потому что я считаю что все-таки мы работаем для людей в первую очередь как-то может быть иногда для художника странно бы не звучало да ну как бы иногда просто художники как бы уходит в какие-то рефлексии делают это в общем для себя мы все-таки работаем людей мы делаем дизайн для людей это не коллекционный дизайн не галерейный дизайн это не не вещь в себе которая там живет ради того чтобы там самолюбоваться там как туда и стоять в одиночестве среди каких-то таких же экспонатов мы делаем предметы для того чтобы их использовать каждый день чтобы ими было удобно пользоваться чтобы они радовали как бы своим внешним видом и качествами и там эргономикой потребителя вот и третье наверное тут чтобы чтобы выбрать ну наверное дизайн должен быть простым вот и понятно то есть чем проще дизайн тем лучше чем он понятнее чем он очевиднее тем наверное он удачнее вот наверное три основных честность понятность и удобство есть коммерческие цели да там есть цели внутренние есть цели ну у нас вот на сегодняшний день например есть цель оборудовать новый цех наше производство в котором мы находимся там очень стало тесно потому что но есть какие-то станки процессы работ много различных мы отдельный склад нам нужен там ну то есть вот как бы есть вот эта цель да то есть удобство наших ребят которые работают на производстве первое вторая цель вот я ее вы по ней уже говорил это вот мы хотим все таки попробовать выйти на более широкую аудиторию в том числе и более доступные предметы делать у нас есть такая как-то назвать то история которая называется якн что означает близкие вот то есть это как раз вот предметы которые мы продаем то есть они очень как бы недорогие и мы их продаем вот для людей которыми мы хотим какую-то вот историю такую возобновить какие-то контакты да там у нас есть клуб который называется близкие люди которые в этот клуб собственно вступают они могут приобретать эти предметы это такая вот история про новый подход то маркетинге наверное вот и есть например история с моим проектом мы сейчас работаем над этим активно это продвижение новых имен запуск новых брендов то есть я консультирую людей дизайнеров производства там люди которые там занимаются производством давно и не знают как бы что куда идти до дизайнеров промышленных люди которые только собрали свои бренды открывать у меня есть такая программа мы консультируем их разрабатываем новые продукты совместно пытаемся как бы запускать новые бренды на самом деле это уже вот такая прям история что вот мы там начав в конце апреля за два месяца мы сделали к огромную работу проделали сейчас у меня несколько человек уже имеют название своих компаний фирменные как бы какие-то логотипы шрифты сайты люди делают запустили там какие-то такие штуки в производство новые разработали коллекции прототипы выпустили вот это все такое движение в рамках на самом деле продвижение предметного промышленного дизайна в россии не очень часто спрашивают почему кого зачем я это делаю вроде бы как-то логично что я конкурентов выращиваю собственноручно вот я бы считаю что на самом деле конкуренция это всегда большой плюс для рынка потому что когда ты один находишься со своим продуктом условно говоря стоишь за прилавком с чем-то а вокруг продают совершенно все другое то к тебе никакого внимания нет то есть государство не со стороны бизнеса не со стороны средств массовой информации то есть такой немножко в своей истории находишься да понятно что у тебя нет конкурентов но и внимание к тебе на самом деле такого большого тоже нет потому что рынок он как бы ну то есть он любит объем рынок любит какую-то массовость все равно поэтому мы как бы ну вот это все делаем чтобы все развивалось гораздо интенсивнее чем это происходит сейчас чтобы были понятные правила чтобы люди дизайнеры получали роялти свои продукты чтобы там условно говоря были понятные взаимоотношения с поставщиками материалов и так далее и чтобы наконец государство обратило внимание на на это на сюда на пром дизайн на то что это на самом деле огромная ну как бы перспективная отрасль и чтобы это заработало ну как это вообще работает например в мире которые этим давно занимаются такие планы их много поэтому я постоянно где-то что-то выступаю сегодня у меня будет мастер-класс не знаю сколько людей придет думаю немного потому что лето воскресенье я буду рассказывать про деревянную мебель про собственно про то что про что мы создаем мастер-класс который вообще в принципе направлен на раскрытие потенциала деревообработки на то что на самом деле можно делать потому что существует такое наверное стереотипное отношение к дереву что это архаичные материалы с ним невозможно делать какой-то современный продвинутый дизайн что там деревянные дома это что-то такое из из старин и да то все ли все когда говоришь деревянный дом люди представляют бревенчатые дома срубы деревянная мебель когда говоришь все представить это старые деревянные буфеты и лавки ну такое есть на самом деле как-то сказать то такие возражения периодически встречаю на самом деле ну дерево универсальный вообще материал первых довольно быстро восполняемый то есть он растет одна из моих на самом деле тоже задач я считаю что промышленность вот и деревянная мебель точно экологичная история потому что несмотря то что там ну да да там в принципе там леса вроде как вырубают и древесина идет на мебель на на самом деле то время которое наша продукция работает наша продукция живет за это время вырастает много деревьев гораздо больше вредно носят одноразовые вещи которые делаются там из недорогих некачественных материалов и же нужно потом как-то утилизировать и так далее на то есть с этой точки зрения еще очень важный момент вот этой вот вот этого устойчивого развития потому что дерево оно очень просто утилизируется целом и в общем то вот у нас есть там предметы которые мы сделали там например еще в самом начале нашего пути в 2016 году они находятся в разных там в барах стоят в казани да вот это деревянные там например барные стулья которые работают уже интенсивно работают 7 лет и еще проработают неизвестно сколько времени при всем при том что но это бар это не не домашние условия это такая очень нагрузка большая вот и вот это вот цели задачи какие-то под задачи вот то что ежедневно мы делаем и в целом работаем вот в этом направлении всех ждем на нашем стенде на выставке арт-дом феврале 2024 года пока